Неосторожный маневр девушки, управлявшей автомобилем Део Матисс, привел к аварии, которая произошла на улице Болотникова. При повороте с улицы Фрунзе малолетражка налетела на бордюр и опрокинулась на крышу. Подоспевшие очевидцы поставили машину на колеса и помогли выбраться находившимся внутри людям. На место пришлось вызывать бригаду медиков. Одна из пассажирок Матиза была в положении. По предварительным данным девушка не получила серьезных травм, но на всякий случай ее доставили в больницу. ДТП с участием велосипедиста в этот раз произошло на пересечении Сибирского тракта с улицей Попова. Пытаясь проскачить дорогу перед стартующим на зеленый свет автомобилем, велосипедист сам врезался в машину. Пострадавшему понадобилась помощь медиков. А перед ним велосипедист проехал? Да, вот пролетел. Пролетел один. Вот на зеленый тронулся. И, собственно, уже удар. На кадрах записи видеорегистратора хорошо видно, что иномарка едва успела тронуться на зеленый свет, и скорость у нее была минимальной. Видимо, этим решили воспользоваться два велосипедиста. Вот только один из них успел проскочить перед машиной, а второй на всем ходу врезался в бок автомобиля, ведь мог угодить и под колеса. Пожалуй, в этом случае можно смело сказать, что вины водителя тут нет. Как я понимаю, он именно переезжал, видимо, да? То есть не переходил к полосе? Да, то есть он летел. Вот смотрите, тормозной путь здесь. То есть он летел с очень большой скоростью. Их двое было. Сначала первый пролетел, но он пролетел на зеленый. Вот. Он, видимо, чуть-чуть опаздывал, я не знаю. Получается, что налицо сразу два нарушения ПДД, которые по своей беспечности допустил велосипедист. Любители двухколесного транспорта не всегда готовы принять тот факт, что машина способна двигаться быстрее велосипеда. К тому же отреагировать на внезапное появление едущего на скорости велосипеда гораздо сложнее, чем на пешехода. Травмы, которые получил молодой человек, оказались несерьезными, однако позже он все же решил поехать в больницу для осмотра. Человек пострадал в результате аварии в Верхнеуслонском районе. ДТП произошло на 769-м километре трассы Москва-Уфа возле деревни Савино. 60-летний водитель не справился с управлением ВАЗом 7-й модели и врезался в грузовик Вольво, который двигался в попутном направлении. В результате аварии водитель легковушки был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой. Прибывшие пожарные отключили аккумулятор автомобиля, чтобы избежать возгорания. Гранату обнаружили сегодня днем в одном из дворов на улице Павлика Морозова. На вызов экстренно выехали все спецслужбы города. Спасатели и сотрудники полиции оцепили место происшествия. Собака прибывшего кинолога обнаружила снаряд на пустыре. По словам очевидцев, каждый день через эту дорогу проходят десятки людей. Боеприпас был изъят сотрудниками спецслужб и направлен на экспертизу. Если исследование покажет, что граната боевая, ее отправят на специальный полигон и там уничтожат. В набережных Челнах 35-летний мужчина погиб от стрелы арбалета. Простреленное тело человека обнаружил его друг. Он же и вызвал полицию. Прибывшие исследователи нашли на месте происшествия предсмертную записку. Передали, но я ничего не знаю. А что передали именно? Сколько у несчастных случаев? О том, что в эту новостройку ночью приезжали оперативники, вахтеру передала ее коллега. Скончался жилец из квартиры на 13 этаже. В зальной комнате был обнаружен труп мужчины 82-го года рождения с признаками смерти в виде проникающего ранения головы и повреждений шеи. В ходе отработки материала на месте происшествия было установлено, что смерть, скорее всего, наступила в результате ранения от выстрела арбалета. Выстрел в часть шеи. Оружие находилось рядом с телом погибшего. Известно, что первым его обнаружил друг. Мужчина не отвечал на телефон и звонки. Заподозрив неладный, приятель выломал дверь. На месте было установлено то, что вероятная причина смерти – это самоубийство. Самоубийство. Обнаружена была записка, которая выполнена, скорее всего, рукой самого погибшего, где, в принципе, излагаются мотивы его поступка. Данный весь пока носит рабочий характер, но, прежде всего, скорее всего, это является личным мотивом. Сейчас прессмертное послание изучают эксперты. По результатам комплексной проверки будет принято процессуальное решение. Новосавиновский районный суд вынес приговор по делу о громком разбои в микрофинансированные организации. Виновником признали инструктора фитнес-клуба Владислава Брыля. Напомним, ограбление произошло 16 ноября прошлого года. Из кассы одного из отделений было похищено более 4,5 миллионов рублей. По версии следствия, мужчина с замотанным шарфом лицом передал кассиру записку с требованием денег. Затем вытащил предмет, похожий на пистолет. Подозреваемого в преступлении задержали в декабре. Дома у мужчины была найдена часть похищенной суммы. Сначала он утверждал, что это его личное сбережение, но позже рассказал, что нашел мешок с деньгами на улице неподалеку от банка. Сегодня Брыль был признан виновным. Суд назначил ему наказание в виде 10 лет колонии строгого режима. В чем вас обвиняют? В каких-то неправомерных действиях. Вот у вас изъяли крупную пачку денег. Это деньги, полученные за код? Да, сбережение. Сбережение. Вину не признаете, значит, ни в чем? Ничего противоправного не совершали? Нет. Сегодня в Верховном суде Татарстана вынесли приговор по делу об убийстве бизнесмена. В сентябре 2006 года на улице Патриса Лумумбы предприниматель был найден мертвым возле своей машины. Спустя некоторое время в полицию с повинной явился человек. Это был очень добрый, хороший человек, который всем помогал. Всем. Дочь погибшего Юрия Малышева на суде не могла сдержать слезы горя. Женщина рассказала, ее отец был светлым и добрым человеком, занимался благотворительностью и помогал всем родственникам. Убийство бизнесмена произошло еще в 2006 году, однако приговор по делу был вынесен лишь сегодня. Смерть предпринимателя следствия связала с его профессиональной деятельностью. Малышев являлся коммерческим директором ООО «Русмед», который заключил договор с ООО «АвтоВАЗ» на закупку в Торчер-Мета. Данные договорные отношения, которые были заключены между ООО «АвтоВАЗ» и ООО «Русмед», мне понравились криминальным структурам Самарской области, в следствии чего были неоднократно высказаны угрозы направлены в адрес соучредителя ООО «Русмед». На скамье подсудимых оказался 48-летний житель Тольятти Игорь Никитенко. Мужчина долгое время был одним из самых активных участников организованной преступной группы «Неверовские», которая действовала на территории Самарской области. Согласно материалам дела, в сферу деятельности Никитенко входило отслеживание коммерческих структур в соседних регионах, в том числе в Татарстане, которые могли составлять конкуренцию ОПГ. По версии следствия, в течение месяца Никитенко отслеживал передвижение потерпевшего. 14 сентября 2006 года привез в условное место двоих своих подельников. Мужчины пять раз выстрелили в спину Малышева, после чего скрылись на машине Никитенко. А пострадавший бизнесменов, полученных травм, скончался на месте. Спустя некоторое время Игорь Никитенко сам пришел в полицию с повинной. Он рассказал все детали совершенного преступления и назвал имена подельников. Однако к этому моменту их следы уже затерялись. Сейчас они находятся в федеральном розыске. Человек должен понести наказание. Но я надеюсь, что и будут найдены и остальные участники этого циничного, хладнокровного преступления. И наказаны по всей строгости закона. Сегодня Верховный суд Татарстана вынес приговор Игорю Никитенко. Суд учел его явку с повинной и активное содействие следствию. Однако ранее мужчина уже был судим. В итоге суд приговорил Никитенко к 18 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Сегодня днем на улице Короленко не разъехались автобус 28 маршрута и «Лада». После столкновения легковушку отбросило на припаркованные автомобили и она задымилась. По словам водителя 28 маршрута, автолюбитель на «Ладе» заметно превысил допустимую скорость. Водитель общественного транспорта уверен, именно это превышение скорости и стало причиной серьезной аварии. Он не смотрел, не поворот, ничего. Он летел, ну, сколько километров? Больше 120, может. То есть такая большая скорость была? Да, вот смотрите, сколько он задел машину. Все произошло на улице Короленко. Водитель автомобиля «Лада» двигался по крайней правой полосе. В какой-то момент автобус 28 маршрута начал перестраиваться влево, чтобы уйти на разворот. В результате сильного удара легковушку откинуло на припаркованные автомобили. После этого «Лада» задымилась. Автобус там начал разворот и не увидишь в маневре, протаранил мне заднюю дверь. Мне откинуло на «Солярис» и «Рено». Машина сгорелась? Задымилась, минимум, антифриз. Но клеммы сняты были и все нормально. Как бы потушил я своим огнетушителем. А вы сами перешали с пальцами? Нет, мы на светофоре на красном стояли и начали двигаться там. С моей машины не разгонишься сверх нормы. Тем более ограничение скорости здесь 40-60 секунд. Виновника аварии еще предстоит определить сотрудникам ГАИ. Ни в одном из транспортных средств не было видеорегистратора. Однако, скорее всего, инспекторам не составит труда найти нарушителя.